Всем привет дорогие друзья, меня зовут Илья, и это рубрика 10 лучших нычек в PUBG и в PUBG Mobile. Вам очень понравился прошлый совмещенный выпуск, поэтому теперь в каждом выпуске будет 5 нычек из ПК версии PUBG и 5 нычек из PUBG Mobile. Для тех, кто смотрит впервые, я объясняю. В этой рубрике я показываю самые лучшие места, где можно заныкаться, спрятаться и так далее. А также показываю различные способы замаскироваться. Причем нычки сегодня будут очень полезные и необычные. А также в мобильной версии я покажу вам нычки из зомби мода, и поверьте ребята, они очень годные. И да, скорее всего нычки из ПК версии PUBG работают в мобильной версии PUBG и наоборот, поэтому обязательно смотрите ролик до конца. Ну а сейчас наливайте чаек, садитесь поудобнее, можете также лайк поставить, но мы с вами начинаем. И начнем мы с первого способа маскировки, который работает только на карте Санек. Для его исполнения нам понадобится пикап, аптечка и определенный тип домов, где ступеньки расположены высоко над уровнем земли. Таких домов по карте очень много, поэтому провернуть такое можно где угодно. Итак, когда у вас уже есть пикап, аптечка и желание поохотиться, берем пикап и задом аккуратненько заезжаем под лестницу. На первый взгляд кажется, что там меньше места, чем надо, но поверьте, пикап туда идеально входит. Далее садимся в заднюю часть пикапа, на третье или четвертое место. И по сути в этом заключается нычка, только есть одна проблема, у нас торчит голова. Но именно для этого мы и брали аптечку. На глаз запоминаем, где была наша голова, поднимаемся и кладем туда аптечку. Затем садимся и оп, наша голова внутри аптечки и со стороны это обычный шлем. И вот как эта нычка работает в действии. Поэтому если вдруг надоест обычно играть, можете походить с таким вот способом. Что ж, ну а мы и идем дальше. Из тропического санька перемещаемся в снежный викинде, а именно в локацию недалеко от города Товар. Здесь нам понадобится сила паркура, поэтому просто повторяйте за мной. Для начала прыгаем на бочку, с бочки залезаем на тент. А затем разбегаемся по тенту и прыгаем на забор. Конечно кажется, что забор узкий, но не переживайте, он довольно широкий. Разбегаемся по забору и прыгаем на дверку, которая еле-еле выпирает из гаража. И из дверки уже спокойно залезаем на крышу. Вот в принципе и сама нычка. Отсюда отлично видно как саму локацию, так и окрестности. Кстати, тут есть еще один плюс, если вы жадина. Если вас убьют здесь, то залезть и залутать вас не сможет почти никто. Такая вот нычка. Переходим к следующей. Следующую нычку я позаимствовал у ниндзи. Потому что такой эпичной нычки у нас наверное еще не было. Сейчас я покажу вам как залезть на вот эту вот водонапорную башню. И для этого нам понадобится всего лишь мотоцикл, немного терпения и хорошие прицелы. Так как все-таки стрелять вы будете с высоты. Итак, прыжок будет с вот этого трамплина. Поэтому запоминайте сразу, чтобы если что не проехать мимо. Берем хороший разгон через все поле и летим на тот самый кусок земли, который я назвал трамплином. Перед самым полетом выравниваемся, чтобы башня была по центру. Прыгаем и надеемся на удачу. Что ж, вот в принципе и сама крыша водонапорной башни. Отсюда прекрасно видно и лес, и поле, и саму ферму, в которой стоит башня. На крайний случай отсюда можно спрыгнуть вниз, как с мотоциклом, так и без мотоцикла. Вот такая вот эпичная нычка. Что ж, ну а мы идем дальше. Следующая нычка снова находится на карте Санок, рядом с буткемпом. А именно нас интересует вот эта скала. Чтобы нычка сработала, нужен мотоцикл. Но в принципе любой другой транспорт тоже подойдет. Итак, берем разгон с буткемпа и едем к скале. Тут есть вот такой камень, который опять служит как трамплин. Подлетаем на нем и залетаем на скалу. Ну а дальше уже самое простое. Спрыгиваем с мотоцикла и аккуратненько поднимаемся на самый верх. Вот и все, вы в нычке. Отсюда контролируется полностью все вокруг. А если вдруг что-то пойдет не так, то можете просто лечь, и по вам никто не попадет с любой стороны. Такая вот полезная нычка, обязательно фиксируйте. А мы идем дальше. А идем мы недалеко, так как последняя нычка тоже находится на карте Санок. Но уже в локации Paradise Resort. Нас интересует здание в западной стороне с вот такими вот балконами. Открываем дверь в крайнем балконе и пытаемся на нее залезть. Это не так уж и просто, но раза со второго выйдя третьего точно получится. Далее прыгаем на саму крышу и вот в принципе и сама нычка. По бокам есть вот такие вот места, где можно подняться и контролировать центр локации. Отсюда вас точно не ожидают увидеть, вон челик вообще по барабану. Также можно побегать и с другой стороны крыши, так что вот такая вот полезная нычка. Для замесов Paradise Resort это самое то. Ну а перед тем, как мы перейдем к мобильному папгу, небольшая рекомендация. Надоело путешествовать по четырем картам в папке, хочется чего-нибудь новенького? Специально для геймеров сервис путешествий tutu.ru совместно с телеканалом 2x2 запустили уникальное тревел-шоу, где главный герой это ты. Во время передач вы отправляетесь в Хельсинки, в Берлин, в Прагу, Будапешт и кучу других интересных городов. Никаких открыточных видов и банальных достопримечательностей. Только очень крутые и необычные места. Киностудия, театр с привидениями, музей стрит-арта и так далее. Обязательно посмотрите первое тревел-шоу для геймеров. И наконец уже сходите в какое-нибудь небанальное место. А еще обязательно подпишитесь на канал tutu.ru. Там уже можно посмотреть весь первый сезон. А второй сезон про Россию выходит прямо сейчас. Буквально на днях вышла свежая серия про Москву и она очень классная. Ссылочка будет в описании. Итак, начать я решил с обычных нычек, а потом покажу крутые нычки в зомби-моде. Первая нычка находится в призоне, а именно нам нужна правая вышка и дерево. Итак, забираемся на самый верх вышки. Далее прыгаем спиной на перила, а с них на крышу вышки. А теперь разбегаемся и прыгаем вот на эту ветку. На ней можно сидеть, лежать или же можно заползти в само дерево. И уверяю вас, даже на самых больших рангах вас здесь никто не заметит. Так что запоминайте и берите на заметку. Вторая нычка находится также в призоне, но уже в ангарах. Чтобы попасть на крышу ангара, забегаем на крышу полицейского участка и просто прыгаем вниз. Нам нужно самое первое отверстие в крыше. Садимся и пробуем аккуратненько в него заползти. Далее падаем и приземляемся на такой же невидимый пиксель, где можем сидеть и легко убивать тех, кто заходит в ангар. Работает это во всех ангарах, главное попасть на крышу. Ну а теперь зомби мод, и начнем пожалуй с самой классной нычки. Находится она на крыше полицейского департамента, который спавнится в рандомных местах на всей карте. Итак, оббегаем замок с левой стороны и поднимаемся на самую верхнюю площадку. Далее бежим вот сюда и пробуем запрыгнуть. Далее бежим налево и упорно пытаемся запрыгнуть сюда. Да, это не сильно легко, но все-таки более чем реально. После этого считайте, что все, вы в нычке полной безопасности. Зомби сюда залезть не смогут и доплюнуть скорее всего тоже. А также у вас есть отличный бонус в виде вот такой вот курочки. Так что ребят, пользуйтесь, нычка очень полезная. Как минимум ради курочки залезть нужно. Следующая нычка находится в школе, а точнее в здании бассейна. Нам нужно вот это огромное окно. И не поверите, но это просто идеальное место, чтобы отстреливать зомби. Залезть к вам они никак не смогут. Сзади подходят очень редко, а стрелять отсюда очень удобно. Но минус в том, что вас могут плеваться. Однако отсюда тоже есть выход. Можете прятаться за балками и даже плевки вам ничего не сделают. Поэтому также рекомендую данную нычку. Ну и последняя нычка довольно банальная. Тем не менее в зомби моде она просто незаменима. Находится она в домах около школы, а это как раз самый центр. Чтобы попасть на нее залезаем на крышу крайнего дома. И с него прыгаем на крышу дома пониже. Вот в принципе и все. На эту крышу выйти никак нельзя. Поэтому не переживайте, ни люди, ни зомби сюда не залезут. Также отсюда идеально видно школу и соседние дома. А также все пространство сзади дома. Правда есть один минус. Сюда плюются зомби, но их можно просто убить. Так что тоже довольно крутая и полезная нычка. Что ж ребята, а на этом все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. Где прячетесь лично вы, в кустах, на крышах, может быть какие-то секретные места есть. Также подписывайтесь и пожалуйста, скиньте данное видео своим друзьям. Ну и можете колокольчик нажать. А с вами был я, Илья, aka Sionics. Всем удачи, всем пока и до скорых новых встреч. Пойду покушаю. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok